Жена Петрова так много ела, что из его второй половинки превратилась в пять шестых. Наташ, на, принимай. Добытчик продуктов принёс. Ух ты, неожиданно. А чё ты так дышишь тяжело? Лифт не работает, что ли? Работает. А чё тогда? Ты украл продукты и убегал от охранника. Наташ, чё ты милишь? Я хоть раз в жизни с продуктами от охранника смог убежать? Подожди, а чё случилось тогда? Где ты деньги на продукты взял? Ну, я кое-что своё ценное отдал людям, а мне за это дали деньги. Коль, ты чё без трусов? Наташ, кровь я сдал. Кровь сдал? Зачем? Ну, хотел доказать тебе, что во мне много чего хорошего. Господи, доказал. Давай, давай, давай за стол. Будем ужинать. Добытчик ты мой. Ой, погоди, погоди. Что, что, что случилось? Чё-то плохо. Плохо? Так, а чё вы делать? Скажи, что? Ну, короче, врач сказал, если плохо будет, надо выпить и бокал вина красного. Да только откуда у нас вино-то? Господи, ради такого случая-то уж найдём. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Есть что ли, да? Да есть, конечно. Так, держи. Сейчас. Оп. Это что, если я сейчас выпью чуть-чуть, я буду под каблучком? Да-да-да, немножко будешь. Так. Ну, а чё ты выбираешь-то? Чего? Ну, доктор же сказал, один бокальчик. Так я же не бокал сдал-то. В смысле? Ну, доктор сказал, если плохо будет, то надо выпить вина столько, сколько сдал крови. И сколько ты сдал? В бутылке две. Так, давай мы с одного бокальчика начнём, а потом посмотрим, хорошо? Ой, а ты где вообще вино взяла? Да чё, на работе подарили. Ага. Ну, то есть, пока я тут продукты добываю, потом и кровью, тебе кто-то вино дарит. Коля, ты чё, ещё и пот сдавал? Нет. А чё, принимают где-то? Ну, нет, конечно, ты чё? Блин, сейчас бы купались с тобой в богатстве. А знаешь, знаешь, чё я подумал? Что? Я ж, короче, сейчас как Маугли. Почему? Ну, я с кем-то одной крови. Ну, да. А чё, может, я поохочусь на тебя, Багира? Ой, не догонишь, не догонишь. Алло! Не промахнись, Акелло. Здравствуйте, Тамара Шархановна. Ой, это... Игорьевна. Привет. Нечеловеческий детёныш. Садись. Наташа. А? А чё ты не поняла? А чё ты бутылку открыла? Может, Николая на поминки её приготовили? Чё? Да, ну, мам. А я пошутила, что? А чё, он может через день про мои поминки шутить, а я нет, что ли? Так вы-то к ним всё ближе и ближе. Он же каждый день про мои поминки шутит, вон чё. Ой, да ладно. Не, реально, а чё за праздник-то, я не поняла? Чё такое-то, а? Чё за праздник, спрашиваю? Чё, профессиональный день лодыря? День взятия взаймы? Мам, Коля сегодня сдал кровь. Да, Тамара Игоревна, не всю вы её из меня выпили. Кровь сдал? Ага. Ветеринарку, что ли? Или на киностудию? Да, уже нужна кровь вот эта, брызгает-то везде вот эта. Ну, реально, ну кому его кровь нужна вообще? Ну, кому нужны твои долбоциты? Да это вы из зависти говорите. Вашу-то кровь никто не берёт. Она шприцы разъедает. Ну, реально, ну, ну не может пригодиться людям его кровь. Ну, нет такой, нет такой группы крови. Настолько отрицательная. Чё ты пришла-то вообще? Чё случилось? Пришла, вот, папа не звонил? Нет. Мне тоже не звонит. Я ему звоню, у неё недоступно. Не знаю, где целый день ходит, я даже волнуюсь уже. А, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты не хочешь, я не понял, я тебе целый день звоню. А с рукой что? Что с рукой-то? А мне сестричка говорит, Сергей Геннадьевич, вы столько крови потеряли, давайте вам это, зальём. У нас как раз свеженькую тут принесли. Ну и залили мне, вот я здесь. Серёжа, слушай, а тебе в какой больнице кровь вот эту переливали-то? В девятнадцатой. Николай, вот сейчас хорошенько подумай, хорошенько подумай и скажи, что ты не в девятнадцатой больнице кровь сдавал? Да нет, вроде. Я в этой, в новой сдавал, напротив парка. Девятнадцатая, вот. Мам, ну подожди, ну там же не один человек сдаёт кровь, там же их много, ну таких совпадений же не бывает. Слушайте, я чё подумал, а вот кошачий корм с индейкой и кошачий корм с курицей, они отличаются как-то друг от друга, нет? Мысли мои читайте. Бывают, оказывается, такие совпадения, оказывается, бывают, мол. Серёженька, Серёжа, посмотри на меня, на меня посмотри. Тебе же сейчас больше Сергея, чем Николая, да, Вить? Уйди, Мегера. А хвост, значит, да, как ты обо мне думаешь, да? А может это в нём сейчас не я говорю? Иташ, чё делай-то? Так, Коля сказал врач, что надо пить красное вино, чтобы свою кровь восстановить. Пап, будешь красное вино? Ну, если только с кошачьим кормом. У меня с курицей есть. Да какое вино, господи, да не поможет это вино, глупости говоришь. Вино. А что тогда? Коньяк надо, ром, виски там, чё-то такое крепкое. Видите, у меня дома там есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Да. Сработало ведь. Ну, блин, конечно, придумали. Типа, давай, Николай, мне твою кровь перейдите. Учись, сынок. Да, не, ну, с Мегерой вы, конечно, по краю пропасти прошли. Да, по тонкому льду пробежался. Да. Ну, кто не рискует, тот не пьёт. Ну, чё? Я достаю тогда? Давай, конечно, чё у тебя там? Кошачий корм с курицей, я же говорю. С индейкой есть. Коля. А? Я не для этого это всё придумывал. Для чего? Для того, что сегодня мы будем с тобой свидетелем явления гораздо более редкого, чем прилёт кометы Галея. Сегодня Тамара будет умолять меня выпить. Знаешь, до скольки будем кутить? До скольки? Да всю ночь. Серёжа! Серёжа, выпей, пожалуйста, Атём. Выпей. Да, слушай, я чё-то как-то не хочу. Серёжа, ну надо, выпей, пожалуйста. Да нет, но я и после ещё операции... Серёжа, выпей, пожалуйста. А тебя убольдают. Тамара, только ради тебя. Спасибо. Сергей Геннадьевич. Выпей, сюда! Я пей, Серёжка. Ещё одну, Наташ, давай, 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 давай. Ты что? Точно? Давай, надо, 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 Серёжа, пожалуйста, я тебя боляю, пожалуйста. Сергей Геннадьевич. Уйди, сказала! Вы что один-то пьёте, мы же вместе придумывали. Я не поняла, чё это, вы придумывали? Ничего. Я спрошу, вы что придумывали? Смотрите, вы там, пойдёте, 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 пойдёте. Иди сюда, Гаврилов. Кашина! Посадили, посадили. Спасибо, что приходите на наши неиспектакли. Спасибо, что приходите на наши неиспектакли. И тебя, братва. Давайте постановим с другим. Привет! Привет! И начинаем! Бандитская стрелка! Ты! 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 Принёс! 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 Покажи мне! Пробовать будешь? Конечно! Давай! Вкусно! Тьфу! Какая гадость! Тьфу! 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 Что такое? Лиа! Тьфу! 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 Раак! В licу江ова! Франчик! Вотusic! Подожди, поговорим. Сюда подошли. Вы кто такие? А клоуны мы? Мы смешим? Смешим. Кого вы тут насмешить хотите? Кого мы хотим? Нас пригласили смешить людей. Кто вас пригласил? Кто нас пригласил? Сергей. Сергей? Какой Сергей? Какой Сергей? Такой на синем крузаке подъехал и говорит. Эй, клоуны, хотите заработать на дне рождения у Руслана? Сергей на синем крузаке? Это же день рождения Руслана. Та-дам. Нет. Та-дам. А Сергей, а знаете на синем крузаке? На синем. Плешивый? Плешивый? Ну как этот? Ну то есть не плешивый? Нет, не плешивый, абсолютно. Не плешивый. А ну-ка пей. Мы на работе не пьем. А мы что, в цирке, что ли? В смысле? Ну в смысле, где вы тут цирк увидели, клоуны? Тебя как звать? Бом. Как собаку? Какую собаку? Белый бом, черное ухо. Так ее же не бом. Какая собаку? Белый бом, черное ухо, причерное. Тебя как звать? А, Валера. С тобой разговаривать будем, местами поменять. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А, Валера. Слышь, у тебя ботинки сгибаются? А что? Если тебя в них в гроб положить, крышка закроется? На морозе нет. Обратно поменять? Валить их надо, Степаныч. Да не, ну, ребят, ну не трогайте. Зачем нас валить? Мы, мы... Мы же, мы, мы вам билеты в цирк достанем? Цирк, да. На, на тигра. На тигра. Бэх! А самого тигра можете достать? На сколько? На пол. В смысле? В смысле, шкуру тигра на пол. Шкуру тигра? Шкуру тигра, смотри, смотри, смотри. А, а медведь подойдет? А? Подойдет. Да, блин, где мы? Медведь это возьмем вообще. Что ты говоришь, а? Точно валить надо. Сдадут они нас. Да не сдадим. Вы что, ребят, мы, мы не узнаем никого, мы не видели никого. Вы чего? Мы слепые же. Мы слепые, слепые. Мы же не видим ничего. Бом, ты где? Хорош. А, кто здесь? Это чей такой удивительно, незапоминающийся голос? Бом. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Тигра можете достать. Все. Да, Саечка заиспугать. Работает. Работает. Не работает. Сломал. Еще поем. Пока. Нахимыч, здорово. Здорово, Степаныч. Здорово, Бог. Здорово, Степаныч. Ржавый подкидыш. Степаныч, а это кто? Клоуны какие-то. Слышь, клоун. Тебя как зовут? Бом. Как собаку. Молодец. Какую собаку? Белый бом, черное ухо. Идиот. Да аккуратней ты. Его ж Бим звали. Идиот. Вы между собой решите, я ничего. Я, когда скажете, я так и буду. Мне все равно, я же... Вот они где. Здрасте. Привет. Ты кто такая? Заткнись. Вы что тут делаете? Слышь, тетя. И ты заткнись, пляшивый. У меня здесь 35 детей. От 7 до 10 лет. Уже 2 часа ждут этих клоунов. А? Ага. Дождались. Да, Русланчик? Да, они в трех домах от нас. Да, прибегайте. Пух. За мной. До свидания. Привет, детишки. Детишки. А с этой дверью 6 толстых покемонов. Во главе с пляшивым Пикачу. Хотите их увидеть? Да. А давайте сломаем дверь. Давай. Что будем делать? Сидим, пьем, вспоминаем детские блатные песни. Итак, песня «Я ухожу от тебя». Я ухожу от тебя. Куда? Хоть к черту лысому. А, к Николаю? Даже не думала, но можно и к Николаю. Хоть к Ярополку, хоть к Автандилу, Хоть к Филарету, хоть к Казимиру. Лишь бы забыть это гнусное имя Сергей. Я ухожу от тебя навсегда. А нашу малышку? Собой забираю. И как принцессу ее воспитаю. Будем мы жить с ней в апартаментах, Что ты содержать будешь на алименты. Не знал, что нужно алименты на таксу платить. Я ухожу от тебя. Ну почему? Ты мне не даришь цветы. Здрасте, приехали. Букеты дарю на все даты семейные, На все календарные, все православные, На все маломальские, даже китайские. А просто так подарить? Не алло? Мужчина, купите цветы, Только попробуй. Я хочу подарить просто так. Что за бред? Я не пойму, когда надо тебе, Когда не надо. Мне надо, когда мне не надо. И не надо, когда мне надо. Неужели так сложно запомнить за десять лет? Спасибо, очень рада. То есть, цветов не видать ни сегодня. Да что ж такое? Девочка, можно вас? Все, Сергей, поезд уже ушел. Мне от тебя уже ничего не надо. Все? Правда, да, все. Вот не надо уже ничего. Я ухожу от тебя. А что, есть к кому? Ну, естественно, есть к Юсуфу. К Юсуфу? Он же турок, они многоженцы. Сотой женою быть-то не стремно. Уж лучше быть сотой в гареме огромном, Чем первою быть с тобою вот так. Ну, как вот вот так? Вот так, вот вот так. Ну, как вот вот так-то? Да так-то и так-то. Ну, как вот и так-то? Вот так-то и так-то и так-то и так-то. Короче, ну, если ой, все. Я ухожу от тебя. Ну, почему? Мы не подходим друг к другу вообще. Почему? Потому что я воспитывалась в интеллигентной семье. Почему в интеллигентной? Потому что отец у меня был ученый-физик. Почему физик? Потому что электричество изучал на Братской ГЭС. Почему именно там? Потому что ему квартиру большую в Братске дали. Почему большую? Потому что в Братске кирпич для домов дешёвый. То есть ты уходишь от меня, потому что в Братске кирпич для домов дешёвый? АПЛОДИСМЕНТЫ За что? А что, повод какой-то тебе нужен, а? Так, ну, вообще-то да. Ну, ладно, извини. Извиняю. Обними меня. Играть-то кто будет? Сокол. А? Чё, опять, что ли? Но. Быть под каблучником — это нормально. До золотых свадеб доживают люди со стальными нервами. Коля, сколько можно этих червяков есть? Это вредно. Да ничего не вредно, чё ты? Вредно. Не надо. Слышь, Натах. Что? А чё, Тамара Игоревна-то звонила, нет? Я вчера с ней разговаривал, да. Блин, живая. Ну чё ты говоришь-то? Ей всё нравится. Санаторий на Алтае. Кайфует. Завтра пойдёт на этот электрофорез. Во. Слушай, так можно позвонить туда, врачам-то, в санаторий? Зачём? Предупредить их, что электричество её не берёт. Они только разозлят её. Чё ты говоришь-то, а? Мы с тобой когда поедем отдыхать, а? Натах. Ты чё гонишь? Мол, у тебя мама уехала, мы, считай, уже отдыхаем. Вообще кайф. У неё только почти all-inclusive. Только курортного романа не хватает. Хэллоу, бэйба. Хэллоу. Вер я из-за. Хэллоу. Я из-за Екатеринбург. Хэллоу. Пардон муа. Чё такой дурак-то, Коль? Не, а чё ты на так? Помнишь вот эту штуку? Как я? Вот она. Ну-ну-ну, конечно. Николай, я в курсе, что ты негоден. Здрасте, Сергей Геннадьевич. Здорово. Давай, иди за стол, сейчас ужинать. Пап, проходи с нами поужинаешь, голодный поди. Мама, через сколько приезжает у нас? Через неделю только, по-моему, да? Да нет, через час. Как через час? Подожди, я с ней вчера разговаривал, она была на Алтае. Кто-то умер? Нет, пока, но через час возможно. Да, ты что натворил? Очень странно сейчас этот вопрос задавать тебе, Николе. Да, Сергей Геннадьевич, вы не бойтесь, рассказывайте. Мы все простим без физических увечий. Я вчера совершенно случайно оказался в стриптиз-клубе. Да погоди ты, не ори. Может, его пытали так? Подожди, пап, ты зачем пошел в стриптиз-клуб? Тебе что, мамы мало? Мамы нам всем хватает, сама знаешь. Меня пригласили на день рождения, а он оказался в стриптиз-клубе. Так а что ты, когда зашел, не ушел, сразу не увидел это все? Да там человек уважаемый очень был. Нельзя было уходить. И что? Да я еще в конце своей банковской картой за всех рассчитался. О, видать, очень уважаемый был. Так, подожди, а в чем проблема-то? Проблема в том, что смс-ка из банка об оплате в стриптиз-клубе ушла Тамаре. Бежать вам надо, Сергей Геннадьевич. У вас под Иркутском бункер, помните, был какой-то? Вот туда. Пап, как ты мог такой вляпаться вообще, а? У нас такими делами обычно Коля занимается. Вот об этом я и пришел поговорить. В смысле? Скажем Тамаре, что ты взял у меня банковскую карту и пошел в стриптиз-клуб. И что, Сергей Геннадьевич, я же еще не пожил толком. Николай, ты пойми, у тебя важное преимущество. С тобой она не разведется, а лечение я оплачу. Так, я матери врать не собираюсь, понятно вам? Да пойми, Наталья, это же для твоего же блага. Если она со мной разведется, она всю любовь на вас выплеснет. Я в деле. Да вы издеваетесь, она нас расколет. Секунду, вы что? У нее в слюне сыворотка, правда? Господи, сердечко-то прям зашло. Сейчас я дам дедочку. Что? Что? А сейчас давай без этих вот заиканий в телефон. Быстро мне объяснил, какого хрена ты оказался с моей банковской картой в стриптиз-клубе. Вы же сами мне ее дали. Я тебе дал зачем? Ты попросил пять тысяч, у меня не было. Я тебе дал банковскую карту, чтобы ты пошел снял деньги. Ну, не было по пути банкоманта. А стриптиз был? Я вам же объясняю. Меня пригласили на день рождения в клуб Буратино. Я откуда знал, что это стриптиз-клуб? Думал, вообще какая-то итальянская пиццерия. Какого хрена ты там начал рассчитываться моей картой? Это вообще странная ситуация была. Там, когда парни начали этим девчонкам-то, ну, деньги засовывать. Я просто для прикола говорю, пацаны, смотрите прикол. Вот так карточкой провел, она пикнула. Я даже не понял, где у нее там терминал-то был. Надеюсь, после стриптиз-бара ни в коем магазине не поперся там червяков своих покупать, дебильных. Да нет, нет. Чего вы так напряглись-то? Все же, смотрите, классно же мы придумали. Тамара Игоревна будет думать, что я был в стриптиз-клубе, да? А Наташа будет думать, что вы. Все работает же. Коля, все, что мы с тобой придумывали, еще ни разу не работало. Так, нет, 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 нет. История фуфло, фуфло. Пап, давай, сейчас очень конкретно подробно рассказывай, что ты видел, как там, что, давай. Ну что там, там, значит, девушки в неуставной форме одежды делают силовые подходы, значит, к вертикальным турникам, чтобы заработать средства, значит, на приобретение продовольствия и обмундирования, ну там, для себя или для детей, если таковые имеются. Так, все, она идет. Так, убери нож, убери нож. Николай, ну как ты мог, а, взять мою карту и пойти в стриптиз-клуб? Тебе что, Натальи мало, что ли? Простите, стыдно. Я, главное, сижу такой дома, перелистываю фотографии наши с Тамарой свадебные. И тут мне раз смс-ка приходит, что я якобы в стриптиз-клубе. Ну что это такое, а? Браво! Актерище прямо, я не знаю. Тамара? Ой. Так рано приехала, ура. Прямо не семья, а люди из рекламы майонеза прямо, я же. Противно смотреть даже. Ну что, кто у нас тут номинируется? На главную мужскую роль, Наталья, ты, надеюсь, не участвуешь в этом, да? Где тут Федерико Феллини? Дайте Оскар этой скотине! Ты что вообще не позвонил, я бы тебя встретил? Встретил. Ты смотри, чтобы тебя не проводили в последний путь-то. Телефон сел. Зарядку забыла там, я же, как мне эту смс-ку получила на 12500. Из стриптиз-клуба я сразу рванула из электрофорезов, в чём мать родила. Ничего себе, вас мать с чемоданом родила. Молчу я. Так, Тамарочка, а давай-ка мы тебе сейчас всё объясним. Не надо, только не мы объясним, а Наталья, я ей больше доверяю. Пока. А-а-а! Короче, Сергей Геннадьевич дал мне карту. Заткнись! С удовольствием. Зачем? Чтобы Коля попошёл... Чтобы он снял 5000, у меня налички не было. Да вот васу не спрашивают пока. Почему он тебя не попросил? Ну, потому что... Да ему неудобно у жены было просить. Неудобно в багажном отсеке с олтая лететь в собачьей клетке. Получается, это Коля у нас был в стриптизе, да? Да, и день рождения вот в стриптизе оказался случайно. Ну, Николай, расскажи, как там в стриптиз-клубе? Ну, во-первых, там отвратительно. Подробней! Сейчас, сейчас. В общем, там девушки в неуставной форме одежды делают силовые подходы к вертикальным турникам с целью заработка на обмундирование и пропитание. Детей есть... Накомая стилистика. Не правда ли, Николай? Да не правда. Своими словами можешь сказать? Могу, могу своими словами. Там, значит, заходишь, на входе там все такое в бархате в каком-то, со стразами, со здоровенными. Потом фиолетовая дорожка идет, светящаяся. Там слева-справа приватный. Там всякие важные перцы сидят, конечно. Потом заходишь, и там уже огромный зал такой. На нем сцена такая посередине. Два шеста, и девчонки там творят просто дым такой, фонари, стулья вокруг сцены. Ну, стулья, честно говоря, не очень удобные. Оля! А ты что, как-то подробно очень описываешься, нет? Ну, я же там был. Еще одна такая подробность, и мы разведемся, понятно? Так, Николай. Да? Ну, значит, на две недели реанимации ты себе наговорил? Ну что, интересно, загоню этот лысый шарик в лунку с одного удара. Папа, не надо, пожалуйста, мам, не надо. Попрости, пожалуйста, я Коля тоже очень люблю, как и тебя, но... Мам, в общем, это папа ходил в стриптиз-клуб и попросил нас с Колей его прикрыть. Да. Ооо, так это получается, этот шарик мне в лунку загонять? Отставить. Так вот что такое, да, родственнички? Так вот, Тамара, Наталья, это Коля был в стриптиз-клубе и попросил меня его прикрыть. Ничего у меня не придумал, как просто повторять по-тупому, стратег. Коля? Нет, нет, Сергей Геннадьевич, перед лицом смерти каждый за себя. Телефон включился. О, СМС-ка ещё пришла. Не нагулялся там, да? Что, 22.30, покупка. Стыдобища. Чипсы, кола, мармеладные червяки. Никогда не думал, что такое скажу, но как же вы бываете полезны, мармеладные червяки? Иди сюда. Иди сюда, вот. Иди сюда, вот. Вот так, вот. Вот так, вот. Прешиву тебя. Я сейчас пришиву тебя. Хороший учитель даже плохому научит хорошо. А, здравствуй, что опоздал, извините. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Господи. Так, ну что, коллеги, у меня две новости, хорошая и плохая. С какой начнём? Ну, начните с хорошей? Да. А то в прошлый раз начали с плохой, так на похоронах Ильи Павловича на нас как на идиотов смотрели, как мы начали премии радоваться. Поэтому давайте с хорошей. Ну, в общем, давайте. Так. Хорошая новость. Ну? Областное управление образования, в случае, 8 марта закатывает банкет. Мы приглашены всем. О, Господи. Так, давайте, а плохая? А плохая, что там, что случилось? Плохая новость. Так. У нас в библиотеке рухнула стена. Ой, может. Девочки, что мы наденем на банкет? Я предлагаю деловой стиль, деловой. Деловой стиль, хорошо, да. Господи, а давайте специально оденемся, вызывающий плохо, чтобы им стало нас жалко, и они выдали нам грант. У меня весь гардероб такой, могу у вас сектры ходить, да. Честно-честно, да. Так, подождите, а мужчины не идут, что ли? А, мужчины. Мужчины не идут. Ну, во-первых, пригласили только женщин. А во-вторых, наши дорогие мужчины будут заняты придуманием подарков для своих коллег. Точно. Это да, это да. Так, давайте просто сейчас определимся. Мы туда идем, и нам дадут слово, или мы просто идем отдыхать, что там будет. Как, как вообще? Ну, вообще-то, конечно, надо что-то сказать. Такой шпич небольшой там, я не знаю. Нет, вы знаете, я думаю, что будет рабочее совещание, нужно будет заявить предварительное количество золотых медалистов. Слушайте, а как мы заранее это скажем? У нас же ЕГЭ будет, а потом мы только не получим. Хотя примерно, примерно, мы сможем отдыхать. Бонжур, хорошие мои, бонжур, простите, что опоздал. Марсель Марадович. Марсель Марадович, ну где вы ходите? Что за суета, мои сладкие? Что произошло? Нас пригласили, а потом заказывают банкет, мы приглашены. Что нам надеть, что нам надеть? Да, да, мы хотим, мы хотим там всех-всех пройти, но чтобы при этом нас не уволили после этого. Да, слушайте. Хорошо, что сейчас модно? Какие, какие вообще модные тенденции? В общем, сейчас? Цвета. Сейчас по цветам в тренде, секунду. По цветам в тренде зелененький, желтенький и коричневый, да. Коричневый вообще мне не идет. Ну, слушайте, я, в принципе, коричневый, а открытый. Нет, ну, конечно. Фасон, фасон, фасон. Да, чтобы декольте не было видно. Девочка, декольте не было короче и декольте как лучше. Слушайте, ну, коротко, это все стандартно. Если я буду сильно-сильно коротко, это мне не хорошо. Ну, да, мне ноги брить придется, ну, зачем мне это? Девочки, а вы вообще в курсе, что сейчас в туалетуале распродажа 50%? Да ладно? Да ладно, боже мой. Девочки, я там такие духи видела, 5000, что ли, если они сейчас 2,5? Да. Так, подождите, а если купить 7 шампуней, 7, и каждый день... Девочки, внимание, есть более трендовая новость. Ну-ка. Вы вообще в курсе, что сейчас в продуктовом магазине шестерочка распродажа суповых наборов из копыт? Максим Маратич, ну какие копыта? Мы же на парфюм настроились. Я настроилась, да. Там ванночка для ног есть. Да, если добавить туда масло, смазать. Эти шампуни, это гениально. Девочки, алярм. Что такое? Про копыта. Что вы на них собираетесь надеть на этот бал? Ой, слушайте, целый вечер на каблуках-то, это тяжело. Может взять балетки? Переобуться в смысле. И что мы будем с ними, с этими балетками? Балетки, отличный вариант, девочки. Вы движетесь в правильном направлении, я вам только мешаю. Все, молодцы, до свидания, хорошо сходи. Ну слушайте, ну с этими балетками. Ну и что, мы как дуры будем с этими пакетиками? Можно сдать гардероб, да. Можно гардероб сдать. Ну в конце концов, что там делают другие и все. Точно, точно. А женщины какие-то еще будут там? Там, получается, все женщины. Слушайте. Надо же будет поздравить, вот, ну, которая директрича, конечно, Шоп Михайловна. Я тоже нахуй поздравлю. Я не знаю, на нас будут поздравлять или мы будем поздравлять? Ну, она же все-таки начальник, ее тоже надо поздравить там. Она начальник, женщина, конечно. Ну да. Надо подарить ей конфеты. Да какие конфеты? Так, девочки, ну что мы сходим, что мы сходим, а? У нас же есть мужчины. Они каждый год нам дарят подарки. Они гораздо лучше нас, знают, что нам нужно. Да? Да. Серьезно? Ну а что? Сейчас я вам покажу. А что такое? Как они гораздо лучше нас, знают, что нам нужно. Особенно вот этот вот. Знают они. Господи. Вот, пожалуйста. Что это такое? Подарили в прошлом году мне на 8 марта. Деревянные сосиски? Деревянные сосиски. Как настоящие. Господи. Реально, как настоящие. Я их три дня размораживала. Я поняла, что они деревянные, когда они у меня на сковороде загорелись. Слушайте, нашли у кого спрашивать, ей-богу, ну. Давайте, по поводу подарка. По поводу подарка. Давайте подумаем, что мы можем подарить. Ну, не знаю. Дорогой подарок, недорогой. Вы знаете, можно подарить... Нужно подарить такой подарок, чтобы никто не подарил. Ну да, потому что это какой-то штаб. Но опять же, если... Деньги нет. Нет, дешевле трех тысяч, чтобы не подумали, что это взятка. Да какая взятка, они там берут миллиардами. Что вы говорите? Им эта взятка вообще не взятка вообще. Так, а может быть в конверсии что-нибудь еще со... Может быть конфеты я предлагаю. Ну, то есть положите прям по-моему. Ну, вдруг аллергия. Что-нибудь, да? Девочки! Ну, что мы тупим-то, ну? Просто подпишем открытку красивую, ну? Точно. Давайте. Открытка стильна на все времена. Давайте, бешок. Текст, уважаемое управление образованием, сердечно поздравляем вас с праздником 8 марта. Угу. Как? Ну, хорошо. Прекрасно. Ну, что-то нехорошо, но мы с этими открытками, ну, как в прошлом веке, ей-богу. Нужен такой подарок, чтобы никто не подарил. Чтоб на всю жизнь запомнили, да? Да. Деревянные сосиски! Да ладно. Ну, чего? Мы просто подарим деревянные сосиски и все, что ли? Ну, почему просто? Почему просто? Можно же их как-то красивенько в форме там сложить, сделать. Они же симпатичные. Букет. И что, мы областному управлению образования подарим деревянные сосиски в букете? А что, как они к нам, так и мы к ним? Тяжелые атлеты на обед едят тяжелокотлеты. К снаряду приглашается он тенет, 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 каев. Первая попытка. К снаряду приглашается он тенет. Вторая попытка. К снаряду. Текла. К снаряду. К снаряду. Поднимай! Поднимаю! Ну, поднимай! Ну, поднимаю! Работай, дорогой! Работаю, дорогая! Поднимай! Поднимаю! Работай! Поднимай! Поднимаю! Бросай его, дочка, плохо работает. Я не брошу. Работай лучше. Работаю лучше. Поднимай выше! Поднимай выше! Не могу, тренер, я сейчас брошу её. Не бросай её! Бросай его! Не брошу её! Бросай! Не бросай! Брошу! Бросай! Не брошу! Не брошу! Не брошу! Я тебе говорю бросай Не брошу! Бросай, бросай У Бросаева вес не взят Эх ты, тьфу на тебя! Эх ты, тьфу на тебя! Эх ты, тьфу на него! спортивный комитет верит в тебя спортивное министерство верит спортивный комитет мы просто посмотрим мы люди неверующие не давите на него не связывайся с ними бросай его срочно я верю в него я верю в тебя мы верим вас я не верю в него мы вообще ни во что не верим в соревнованиях побеждает спортсмен бросает отличная работа неплохая работа это ваша работа а вот ваши деньги спасибо грамота ура я теперь грамотный и молодец спасибо дорогой вот мой поцелуй красаева деньги у нас это я же поднял погодите так это же я на тебя орал погодите ну я же тебе помогала а я говорила я в тебя верил а мы вас не сомневались это наша общая победа я нет и так дорогие зрители для вас звучит песня недовольная жена родная любимая добрая утречка я вот решил тебе сделать сюрприз завтрак в постели я тебе приготовил кофе яйцо и большой бутерброд спасибо тебе мой любимый мужчина завтрак был вкусный как никогда но к сожалению возникла проблема в кровати крошки и кофе с яйцом ну ладно родная не стоит сердиться быстренько попу приподними раз и готово все опускайся лежи наслаждайся чистым бельем вот ты находчивый думал не видела как ты рукой беспардон намахал вон на полу уже нагло раскинулись эти крошки и кофе с яйцом ну что ты родная зачем волноваться мгновенно избавлю тебя от забот смотри как отлично внутри пылесоса исчезли объекты тревоги твоей то есть сейчас внутри пылесоса спокойно лежат остатки еды напомню тебе я их поименно несколько крошек и кофе с яйцом понятно понятно вот видишь весь мусор из пылесоса кладу я в ведро конечно ведро куда же еще то пусть на кухне воняет стоит тогда я пойду отнесу на помойку источник расстройства любимой жены встать не успели а он уже ищет повод любой чтоб из дома сбежать так что же не делать откуда я знаю реши что-нибудь ты же мужик тогда я пошел где ты шатался прошло три минуты туда и обратно ты чё начала ага три минуты три двадцать не хочешь я засекала признайся где был просто андрюхе махнул я рукою на 20 секунд это что за замах чувствую в этом замахе гигантском прошла рюмашка за воротник мы просто обнялись с андрюхой соседом он сверху живет андрюху обнял а сын и подумал за утро ни разу не вспомнил о нем а что с нашим сыном проблемы какие конечно проблемы растет без отца хоть раз ты подумал в какую-то секцию его отвести чтоб не вырос как ты дает видём собой ну секс а чтобы он ноги себе поломал давай я додим волейбольную секс а чтобы он руки себе поломал давай отведем болетную секс а чтобы он жизни себе поломал давай отдадим там школу бояна а чтобы он там упали может на лето к маме отправим сразу двух зайцев решил А давай тогда сына оставим в покое. Исполнится год, тогда и решим. Может сегодня пойдем в ресторанчик и в тишине там вдвоем посидим? Проклятый транжира, тебе лишь бы тратить, и так денег мало. Я буду шашлык. Тогда надевай свое лучшее платье и лучшие туфли, мы едем тусить. Ты видно забыл, мое лучшее платье висит в магазине и ждет распродаж. Давай тогда на дом роллы закажем, пиццу, салат, ты хотела шашлык. Ловко ты съехал с темы про платье, так и сгниет в чем-то шкафу. Ладно, поедем, купим то платье, на день рождения будет подарок. Еще не хватало, тратить на тряпки, ты что обрамуешь, я в кофе пойду. Ну наконец-то давай одевайся, такси сейчас подъедет и нас отвезет. Какое такси? У нас приора, поедем на ней, если вдруг заведем. Какая приора, ведь я в ресторане выпить хотел немного пивка. Лживый, хитрый, подлый алкаш, ты будешь бухать, а я в кофте сидеть. Ладно, поедем, просто покушать закажем шашлык и выпьем чайку. Че, я не знаю, будешь весь вечер громко вздыхать, что пить не давай. Давай тогда роллы на дом закажем. Еще не хватало, вон рис отвори. Спать тогда лягу сегодня пораньше. Испортил мне день, и довольный уснул. Родная, любимая, доброе утречко, снова решил тебе сделать сюрприз. Сварил яйцо и твой кофе, любимый. С утра уже начал, где бутерброд? Теща, это такая тетя, которая может дать по щам. Ну все, сейчас кроссфит, качнемся. Порлю же. Принять. Ну все. Не, ну ладно, тоже чего уж с перебором-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну хорош, ну ладно, сразу-то нельзя много. Да, алло, да, Сань, здорово. Че? Я? Я качаюсь. В смысле, в какой столб? Зачем въехал? Ты пьяный, что ли? А, ну понятно, че. Я трезвый. Ну, а как я тебе помогу? А, анализы за тебя сдать? Ну какие? А, ну да, 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 да. Не, я понял. Понял, понял, ага. Так. А, а что, а сколько надо? А, ну да, да, че. Не, 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 ты че. Мне для друга ничего не жалко. Да? А зачем? А че ты там ржешь? Блин, Саня, ты че, вот ты свинья, развел меня, да? Я, блин, все время про это 1 апреля забываю. Все, ладно, все, все, давай, пока. Сейчас у меня Натаха с работы придет, я ее тоже разыграю. Давай, давай, давай. Тихо. Так, так. Кольчка, привет. Привет, привет. Че случилось? Сядь, пожалуйста. Пожалуйста. Наташ. Что? В общем, я все знаю. Что ты знаешь? Ну, про тебя и твоего начальника. Какого начальника? Наташ, не надо тут дурочку включать. Че? Я сегодня хотел тебя встретить с работы и увидел, как вы тайком целуетесь. Ну, раз уж ты все знаешь. Че? Ну, я правда один раз целовалась с начальником. Че? Ну, беременна-то я от охранника. От какого охранника? Я не помню. Ты че? Я тебя разыграть хотел, а ты... А я разыграла тебя. Больная, что ли? О, Господи, ты в лицо свое видел. Че за день сегодня вообще? Наташа, а у тебя спина белая? Коль, только из уважения к тебе. Где? Где? Че там у меня там? Белая, да? Ну, все, Наташа. Где белая, да? Где белая? Хорош. Кто там? Есть кто дома? Ох. Что? Это Сергей Геннадьевич. Давай разыграем его, короче. Так. Сейчас он зайдет, ты скажешь, пап, давай разыграем Колю. Он говорит, давай. Ты скажешь, прячься в скафу, а я уже буду в шкафу. Шкафу, да. Он подойдет, короче, к скафу, я выпрыгну с него. Он полные штаны кирпичей доделает. Здорово, Николай! Ну что, стройку когда начинаем? Когда? Какая стройка? Ну, из кирпичей, которые ты наложил. Пап, ты вообще, ты давно там сидишь вообще? Да давненько слышал ваши разговоры. Слушай, ты когда про беременность от охранника сказал, я аж порадовался. Внуки пойдут. Очередь смешной. Сергея Охранниковичи. Че ты, пап? А у вас спина же белая, кстати. Николай, у меня и живот белый. Я же не афроамериканец. Так, Наталья, а ты сказала уже ему? Нет, Коля, пойдем. Короче, мы с папой хотим разыграть маму. Погодите, есть же более гуманные способы расстаться с жизнью. Ну, Коля, ну че-то прикольно же. Потом все вместе посмеемся. Коля, это очень прикольно разводить Тамару. Да, это все равно, что дергать смерть за усы. А че, она не побрилась сегодня? Короче, Коля, мы все придумали. И нам нужно, чтобы ты нам помог. Нет, давайте так. Я ничего делать не буду, ясно? А тебе ничего не надо делать. Ты будешь трупом. Так мы ее так не разыграем, а только обрадуем. Сначала да. Но потом ей будет не до смеха. Потому что ночью ты к ней явишься в виде призрака. Ну че, больные? Она реально из-за меня призрака сделает просто. И че? Слушай, Коля, у тебя сегодня три раза уже развели. Ты уже трижды первоапрельский дурак. Будешь реабилитироваться или нет? Буду. Вот, молодец. Так, ты давай тут готовься, а я пойду. Обрадую Тамару радостным известием, что ты попал под машину. Все пошло. Коля, тренируйся, репетируй. Тренируйся. У-у-у, уважаемая Тамара. Какая уважаемая? Я же призрак. У-у-у, Тамарка. Ой, Тамарка сказала. Она же еще не призрак. Че, это надо аккуратнее быть. Так, у-у-у. Господи. Наташенька, как так вообще? Ну, не реви, не реви, не реви, не реви. Ну, случилось, ну, случилось. Ну, что, ну, что, ну. Я, конечно, Николая не любила, но такое горе. Столько дураков на дорогах, и на тебе. Сбили нашего. Ну, как-то. Ну, ничего, ничего, ничего. Ну, крепись, доченька. У тебя же запасной аэродром же есть. Ну, вот. Все. Ну, давай, держись, держись. Мам, ну, ты можешь сегодня ночью здесь побыть со мной? Конечно, конечно. Страшно очень. Вот тут на диванчике посижу. Ты, если что, обращайся, приходи, говори. Ладно. Да, Наташа, тоже дома, если что, звони. Да, все, спасибо большое. Спокойной ночи. Как так-то просто, я не знаю, ужас какой. Как так? Как так? О, Господи. О, Господи. Сергей Геннадьевич, у нее, по-моему, третий клапан барахлит. Давай, начинай. У-у-у. Он меня пугает. Должен ты. Давай. У-у-у. Она с открытыми глазами спит. Это нормально? Нормально. Она обычно так и делает. Я сначала вообще удивился, что она с открытыми спала. У-у-у. У-у-у. Николай! У-у-у. Она во сне тоже тебя ненавидит. Так, все. У-у-у. У-у-у-у. У-у-у. 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 У-у-а-чет. Николай! У-у-у. Сторву приели, Николай! Оля, ну четыре раза сзади, но это рекорд. Ты что, офигеть, 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 офигеть. Ты что, вообще, Коля, нельзя... Ты даже труп никакой, Николай. Я сейчас из вас труп взял. Коля, ты мой герой. От тебя вообще не ожидал. Ты просто, Николай, прости, прости. Гад! Все, я навеселилась. Понятно. Спасибо. Спасибо, что приходите на нашу мини-спектакль. Николай, у тебя спина белая. Нет. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Хорошо, хорошо. Ну да, хорошо. Не останавливайся, детка. Стоп, стоп, стоп. Дима, ты слова забыл? Нет, не забыл. А что такая пауза? У тебя там текст дальше. Я как бы играю. Мне кажется, тут пауза необходима просто. Дима, соберись. Давайте, пожалуйста, еще раз сначала. Давайте. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Хорошо. Да, вот так. Вот так, детка, давай. Дим! Что происходит? Что? Что, что? По сценарию, вот, ты говоришь. Скучно с вами, девчонки? Парни, идите-ка вы сюда. Мы выходим. Ну, я же не сказал, вы что выперлись-то? Ну, логично, ладно. Ну, ждем тогда. Ждите, что? Думали, ты забыл, что тогда. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Спасибо, детка. Хорошо. Ну, так что? Что? Ты будешь говорить, что тебе скучно? Ну, мне не скучно. Ну, реально, не скучно. Блин, мы же репетировали, все же нормально у тебя было. Мы репетировали без девчонок, там сокол стоял вместо них обозначал. Ну, как сокол стоял, вообще скучно было. Прямо вообще скучно. Ну, я не могу себе сказать скучно, понимаешь? У меня глаза горят, ну, из зала видно, что мне не скучно. Ну, я же не Станиславский сыграть скучно, когда не скучно. Вот потухнут глаза маленечко, я тогда как бы скажу. Ну, давай, чтоб они потухли, а то мы тебе сейчас их потушим. Давай дальше как бы по сценарию. Берешь коктейль, отпиваешь и говоришь по тексту. Ну, все. Вот, отпивая, сразу говорю фразу. Да, да. Слово пацана? Все прямо, вот. Все, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Не-не-не-не-не. Я за рулем не пью. Димон! Что? Что, какой не пью? Это бы нет сценария. Ну, я импровизирую, что? Слушай, импровизатор, может, и по тексту все-таки, а? Неужели ты не понимаешь, что нам тоже уже очень давно хочется на яхту? Ладно, все, сейчас скажу. Все, давайте. Скучно что-то с вами, девчонки? Эй, парни, идите сюда. Здесь? Коктейль, коктейль, надоел. Давайте, сгоняйте-ки в трюм за пивком, а? Давай. В трюм за пивком сгоняйте, ребят. Эй. Че вы стоите-то? Вот, написано. В трюм за пивком сгоняйте. Уходят оба. А мы, может быть, тоже импровизируем? Угу. Че с импровизируем? Нам там пиво дальше нужно. Давайте, где пиво возьмем? Вы заказали его? Сюда? Как ты заказал? Мы в море находимся. Какая доставка может быть в море вообще? Ты че? Квадрокоптером. Да, наверняка изобрели какой-нибудь новый квадрокоптер. Да, сейчас принесет. Правильно я говорю? Как вас зовут? Привет всем. Так, Сокол, подожди. Тебе вообще нет в этом номере. Ты кто вообще? Ты че? Я квадрокоптер. Это доставка. Вот пиво, пожалуйста. А вам, пожалуйста, спасибо. Так, 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 все. Зарядка села. Останусь здесь. Все, спасибо. Тебе как зовут? Все, давайте, погнали уже, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Рома, ты че, как? Че? Как ты тут оказался вообще? Ну, ё-моё. А я пешком же пришел. В смысле пешком? По воде, что ли? А-а-а. Ну да, я же, я святой. Я, значит, иду такой, как было-то, гуляю по воде, смотрю, квадрокоптер с пивом летит. Я думаю, ну-ка гляну, куда он полетел. И вот интересно стало. А ты здесь, что ли? Я тебя потерял. Э-э-э-э, Рома, ну-ка, давай-ка, Роман, святой. Ты же святой. Ну? Ну тебя вообще, как бы, девчонки вообще не должны интересовать. Ты же святой. А я че-то не подумал об этом. А ты подумай, подумай. Вот иди, погуляй там по воде. Все, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Музыка, музыка, музыка где? Серега, музыка. Слушай, а че, не надоело одна и та же музыка, а? Ты же че, другую поставь? Девочки, какую музыку предпочитаю? Слышь, музыку поставь любую, какая тебе больше нравится. Я даже не знаю, какая мне больше нравится. Все, иди, музыку ставь, блин. Все, хорош. Погнали, давай. Однажды на яхте посреди Средиземной пустыни. С вершом че не так? Ой, Серега, не то сказал, что ты вообще. Серега, ну ничего страшного, ошибся, ошибся. Мы тебя простили, иди. Ну как это ничего страшного, Сергей? Че? Опозорил вас на всю страну. Давайте как-то поругайте, я не знаю, я полностью открыт для критики. Девочки, я обычный русский олигарх, Сергей Иванович. Для вас можно Сережка. Слышь, Сережка, у тебя двое детей. Дима, они взрослые, они поймут. Так, все, хорош, давайте. Все, больше на яхту никто не попадает. Все, погнали. Не отвлекайся, Сережа, погнали. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Вы что? Это Антон, он оператор экрана. Все, ты посмотрел, лес включился. Все, давай, иди отсюда. А я, значит, охотовед Роман. Че вы тут делаете? Посреди заповедника на яхте. С пивом, со сломанным квадрокоптером. Сергей Иванович, приветствую. Музыро. Это с вами все? Дочь со мной. Ага, понял. С остальными, значит, разберемся чуть позже. Зайки, пока в загон, давайте, пойдемте. Все, 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 все обратно. Уважаемые зрители, извините, пожалуйста, я режиссер этого шоу. Дело в том, что вы видите, конечно, номер явно недорепетирован. Это мое упущение, извините. Поэтому мы прямо сейчас отрепетируем при вас, да? Как... Девочки, идите сюда, пожалуйста. Сокол, как на репетиции обозначает девушек. Так, хорошо? Так, репетируйте. Ну что, девчонки, хотите посмотреть за курицей настоящего шоу? Да. Прошу. Давайте я пройду, покажу, как у нас заповедники тут все. Проходим. Давайте проходим, проходим, проходим. Однажды посреди Средиземного моря. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы, шпалы. Да, детка, давай. Бухать будешь? Обязательно. Красивее не становишься вообще. Скучно, девочки. Ребята, идите сюда. Ребята, сюда идите. Где вы там ходите, ребята? Я, по-моему, знаю, где они. Как лохов, развели нас. У шпиона, работающего на автовокзале, всегда с собой ампула с быстродействующей шаурмой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел. Я вижу. Можно? Вы зачем? Я за белым. Вы один? Да, да, да. За вами никто не следил? Нет, нет, нет. Все, кто шел за мной, были в бахилах. Так, распишитесь. У вас посмотрят. Нормально. Вас прощупают. Нормально. Он здесь. Вас проверят. Нормально. Это вообще нормально, нет? Нормально. Вас поспрашивают. Вас проверили? Да, да, да. Нормально? Да, да, да. Нормально. Тюль. Че тюль? Тюль. Че тюль-то? Че тюль? Че тюль? Нормально, нормально. Вас сравнят. Не нормально. Но это нормально. Вас унизят. Нормально, нормально, нормально. Фу, фу, фу. Нормально. Да нормально. Нормально. Ну что ж, вы уже почти пошли. Пройдите через рамку. Какую? Через эту. Как я пройду? Я же не пролезу. Он не муха. Или муха. А че тюль-то? Хирургическое вмешательство подписывали? Нет. Не вмешиваюсь. Ну что? Все. 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 Вы? Белый. За белым. Угу. Пожалуйста. У нас стать еще серый. Не, не жена сказала, только белый. Угу. Скажите, а че так сложно-то все? Ну смотрите сами, либо так, либо с QR-кодом. Нормально? Нормально. Стоп, 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 стоп. Друзья, вы знаете, мы посовещались там за кулисами, и нам кажется, что не все до конца поняли суть этого номера. Поэтому мы покажем его еще раз. Я пришел. Я вижу, за белым. Да. Один. Кто-нибудь сидел? Не, не, в бакилах. Угу. Вас посмотрят. Нормально. Вас пощупают. Нормально. Вот здесь. Угу. Вас проверят. Нормально. Вас поспрашивают. Вас проверили? Да. Нормально. Ммм. Клёцкий, клёцкий. А тюль-то че, тюль? Я же сказал, что ненормально, но это нормально. Вас сравнили. Вас унизят. Нормально, нормально, да нормально, 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 нормально. Ну, даже не обратила внимания. Нормально. Рамка моя. Ну что, вы подписали мешательство хирургическое? Нет. Да когда уже? Чё, можно? Да, пожалуйста. Где белый, булку белую? А, у нас только серый. А, давайте. Слушайте, а чё так сложно-то? Ну, смотрите сами, либо так, либо с QR-кодом. Та-бам! Слушайте, вот, глядите, слышите, не совсем бурные аплодисменты. Мне кажется, всё-таки кто-то не понял, в чём смысл номера. И всё-таки, всё-таки. Давайте покажем ещё раз, да? Ещё раз. Или нормально? Нормально. Я всё понял, понял, понял. Ещё раз. Давайте. Здравствуйте, у всех похивашки. Значит, вас сейчас готовьтесь, вас сейчас посмотрят, пощупают. Проверьте. Слушайте, а если с QR-кодом можно было? Да у нас QR-код был, что ли? Так чё вы нам бошку-то морочили? Хуй ты, ё-моё! Продолжение следует... За Future... Всё. Продолжение следует...